Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Я принял три главных решения, когда стал работать над освещением лиц людей Во-первых, должно быть хорошее качество основного источника освещения К примеру, контрастный солнечный свет или мягкий свет, бестеневой свет, как при пасмурном дне Это все зависит от размеров основного источника света, насколько он далек или близок к объекту Если объект находится под центральным освещением, тогда мне нужно подумать о расположении этого света и как он должен падать Поставить ли камеру спереди, чтобы свет прямо падал на человека, или сбоку, чтобы показать выразительный взгляд Таким образом, первое решение — это нахождение объекта под центральным освещением А второе решение — это выбор расположения света Третье решение — это регулировка контрастности То есть, насколько темнее или светлее я хочу сделать тень на лице Если это характерное выражение лица, а я хочу сделать его волнующим, то я оставлю тень на лице Если это не характерное выражение лица, то я могу добавить немного заполняющего света Или полностью осветить лицо заполняющим света Вот три моих главных решения, которые я принял для себя. Прежде чем мы начнем процесс освещения лиц, во-первых, мы должны рассказать о терминологии. Особая терминология поможет нам изучить стандартные элементы регулирования света. Чтобы точно определить элементы, мы используем изображение объекта с одинарной плотностью, освещающейся одним единственным источником света. Экран или кинескоп имеют плоскую поверхность, у которых есть высота и ширина, но нет глубины. В большинстве освещений для видео входит демонстрирование форм-фактора и текстуры трехмерных объектов, таких, как эта скульптура или человек на плоском экране. Итак, давайте определим три разных сочетания, которые составляют элементы трехмерного изображения. Первое называется рассеянное сочетание. Рассеянным сочетанием называется естественный тон или яркость объекта. Еще часто многие определяют его как характерный, точный вид изображения. На этом изображении мы установили характерный вид, чтобы точно воссоздать свет этой скульптуры. Вторым сочетанием является теневое сочетание. Это то место, которое не освещается первым источником света. Тень всегда занижена и ярче естественного тона объекта. И когда объект расположен правильно, тень раскрывает его форму, вид и глубину. Третье сочетание называется отражающиеся и яркие участки изображения. Отражающиеся и яркие участки изображения — это зеркальное изображение источника света на объекте, и оно всегда бывает ярким, несмотря на естественный тон объекта. Правильно установленное зеркальное изображение будет раскрывать форму и текстуру объекта. Существует более двух зон регулирования света, которые вы должны знать. Первая зона — переход теневой грани. Переход теневой грани — это зона перемещения между рассеянным сочетанием и тенью. Этот переход грани является первым указателем для свойств света. Если теневая грань мала или резка, тогда будет лучше, чтобы свет был жестким. Если теневая грань большая, то мы предпочтем мягкое освещение. Второй зоной регулирования света называется переход отражающихся или ярких участков грани. Переходом отражающихся грани называется зона перемещения между рассеянным сочетанием и зеркальным бликом. Эта перемещенная грань указывает на поверхность текстуры. Если перемещенная грань мала или контрастная, тогда мы увидим, что поверхность будет сияющей или гладкой. Если грань большая или мягкая, мы должны понимать, что поверхность должна быть размазанной или грубой. Гримм и многие косметические средства для лица используются для того, чтобы сократить яркость зеркального изображения. Также такой метод меняет структуру поверхности. О другом более эффективном методе регулирования размера и яркости зеркального изображения будет рассказано позже, в следующем цикле.